Спокойный день! Делай деньги! Делай деньги! А остальное все трепетит! Как вы все знаете, это Терезинозавр. Стоит уточнить, что даже Треворо подтвердил в своем твиторе, что это Терезинозавр. А значит, он выглядит как та игрушка. Может поинтересоваться, почему у вас вместо головы Терезинозавра голова кванки? Просто любопытно. На следующем кадре Ован, вместо того, чтобы героически стать обедом, трусливо убегает, точнее уезжает на мотоцикле. Ну а кстати, с графоном тут как-то выглядит, как будто это очень еще, скажем, неполноценный вариант. Хотя, казалось бы, фильм уже давно снят. Полностью, тем более, странно. Кстати, о Гванке. Судя по химе, это какой-то, что ли, омаж или ремейк той сцены? Неясно. И да, это Паразурлов. Что довольно странно. Если, конечно, это не, ну знаете, версия BSC, но если это такой глупый редкон Паразурлов, учитывая, что в прошлых частях они, в принципе, выглядели как в Затерянном мире, только хуже. Это будет крайне глупо. Хотя, я все еще переживаю, что события третьего и второго Парка, они, ну скажем так, разбитие персонажей, они, так скажем, между делом опустят. Вничтебит. Мне не нравится, но он, в принципе, неплох. Это не Синоцератоп с бинокулярным зрением. Вот, карпинка возле Настри и странная немножко выглядящая, меня смущает. Также меня смущает, почему одна модель, то есть три модели, и то ли аниматроник, то ли голова, которая бегает там, чтобы актеры понимали, что они, типа, хотят. Там на некоторых кадрах Паршого Королевства видно их. Почему они так по-разному выглядят? Блин, пацаны, вы определитесь уже. Хотя лучше бы они этого красавца использовали. Также из свеженького был показ новый персонаж, Кайло. Насколько можно судить, что эта информация достоверная? Второстепенный персонаж, кстати, пилот. Ой, простите. Пилотчиц? Пилотка? Ахуй с ним. В принципе, так можно описать и их актерскую игру в данной сцене. То есть, Ланет, еще нож так держит, плюс-минус, но... Кто так, извиняюсь за выражение, бля, держит электрошокер? Этот... Вообще, всем по... Да, извиняюсь. Что-то мне подсказывает это, скажем, по некоторым догадкам по качеству прописи данного персонажа, это далеко не Сара Хардинг и Эли Сеттлер. Далеко нет. Да и пилот из нее, судя по всему, такой себе, учитывая, что в этой сцене, похоже, это одна и та же сцена, разбитый сам лед в льдах. Интересно, то есть, события фильма, там же разные локации, то есть, непонятно, что там. Ну, то есть, любопытно. Вроде бы, вот эта сцена с пару зауролов в «Заснеженных снегах» выглядит, как будто она с начала фильма. Типа такая экспозиция ловли динозавров, а это, ну, плюс-минус, где-то кульминация. Хотя сам финал, учитывая, вроде бы, где-то с самолетовой, там, эти фотки сливали, там были показаны. То есть, ну, все актеры, в принципе, непонятно. Также недавно появились в сети новые презентационные скриншоты Космоциратовца. До сих пор непонятно, является ли это просто игрушкой, или же все-таки относится к серии Доминион. А вот Ян Хуана Заврусу и по всему относится. И мало того, он может даже появиться в фильме, учитывая, что на, где фигурки Мини указаны множество существ, которые, так или иначе, появляются в фильме. Типа Терезинозавра и Листа... Листрозавра. Также они выпустили очередную мобильную игру. Зачем? Для чего? Ну, для чего, понятно. Делай деньги, а остальное все, дре-бе-бе-бе. Концепт любопытный, типа рейнджеров, которые охотятся на сбежавших динозавров. Ну, как раз после Павшего Королевства. Вот только почему-то эту концепцию запихивать либо в паркостроительный симулятор, где она там вообще не к месту, либо в это. Вместо того, чтобы выпустить нормальную игру. При этом, что такая... таковая разрабатывалась по миру, но ее отменили. Да. Кстати, любопытная ситуация, в то время как Стив Бруссати открыто заявляет, что это художественный фильм и выдумка. Довольно, кстати, глупая и нелепая, но к нему у меня негатива нет. В то же время как Холин Древоров из всех, скажем так, потуп и шкур пытается доказать в обратное. Про научность. Это выглядит даже слишком уже даже для меня, знаете ли. Бля, лучше бы ты и вправду сделал экранизации Dino Crisis и Dino Crisis 2. Учитывая, что большинство существ уж как-то слишком, ну, напоминают их. Суетата, должное художникам. Корнатавра, Терезинозавра и Гиганатозавра они сделали такими, как будто из их сочетаний ДНК и вправду мог получиться Индоминус Рекс. А остальное, ну... Э. В принципе, я всё осознал, что кроме споров про научную достоверность, про эти фильмы, собственно, ничего нельзя сказать. В принципе, и нечего. Все про них забудут, как только выйдет Доминион. Две недельки обзоров и... Ну всё. И в принципе, паблики и всё, что с этим связано, тоже кануть в небытие. Ах, ну да, это ж последний фильм трилогии, но не франшизы. В принципе, на этом всё. Бывайте, не забывайте. Спокойный день. Делай деньги. Делай деньги. А остальное всё трёх, бебёте. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова